Эта запись ВВС была сделана российскими учеными. Она была рассекречена Министерством обороны СССР незадолго до того, как Борис Ельцин вступил на пост президента. Вы смотрите запись, сделанную камерой, установленной в кабине МИГ-23. Задача ВВС заключалась в перехвате двух неизвестных объектов. Теперь мы видим, как два объекта соединяются в один, еще раз, но уже в замедленном виде. Это невозможно проделать ни на каком известном нам летательном аппарате. К сожалению, МИГи потеряли эти объекты, официальных объяснений этому случаю не было. Посещая международные конференции, связанные с проблемой НЛО, и обмениваясь через интернет, исследователи с обеих сторон получили возможность лучшего понимания глобального необъяснимого феномена. Ричард Хеймс неоднократно посещал Россию и работал со многими российскими исследователями. Очень скоро, после перестройки и падения коммунизма, примерно в 1990 году, я сказал себе, «Я думаю, что это подходящее время для того, чтобы предложить людям из Восточной Европы, владеющими огромной информацией, о которой мы ничего не знаем, в Кридере. С другой стороны, мы имеем информацию, о которой ничего не знают они. И начав переписку с друзьями, мы сформировали совместную федерацию, которая играет очень положительную роль в обмене информации». Наша следующая запись была произведена из МИГа-25. Он должен был встретиться с американским F-16. Неожиданно, из-за облака появляется неопознанный объект. Объект резко снижается в облака и исчезает. Еще раз, но уже в замедленном виде. Это американский самолет, а это объект, который показался за F-16. Объект сливается с F-16 и после этого исчезает в облаках. «После сбора всей информации о потенциальных НЛО и их местонахождениях, исследователи пытаются объяснить и подтвердить все факты как можно точнее. Чем более выразительно и важно событие, тем более важно его подтверждение». «Я работал офицером советской разведки более 30 лет. Мой сын сейчас служит пилотом российской авиации. Я могу с полной уверенностью сказать, что было огромное количество случаев, когда наши ВВС летели на перехват, как мы считали, самолетов НАТО. В реальности оказывалось, что это были не самолеты, а летательные аппараты, не принадлежавшие ни одной нам известной страны. «Это не секрет, что мы посылаем наши космические кораблевых пространства, а НЛО залетают в НАТО. Это как игра, как тест. Тест, в котором одна сторона все время хочет испытать другую и посмотреть, что произойдет. Только иногда в этой игре кто-то по кому-то стреляет. Ни русские, ни американцы не имеют ни малейшего понятия, что это за объект. Если его увеличить на экране, можно что-то о нем сказать. Он выглядит примерно 4-5 метров в диаметре и двигается так, как ни один нам известный самолет». «На этот раз мы приглашаем вас взглянуть из кабины самолета МиГ-21. Задача состояла в перехвате неопознанного объекта, летящего с очень большой скоростью. Вы видите объект цилиндрической формы. В тот момент, когда российские самолеты начали приближаться, НЛО вдруг прибавил скорость и исчез. Давайте посмотрим еще раз. Вы, наверное, заметили, что этот цилиндр движется примерно с той же скоростью, что и МиГ на этом моменте. Потом объект ускоряется. По словам пилотов, примерно за 10 секунд объект набрал скорость МАК-3, что равняется трем скоростям звука. Многие из этих съемок были рассекречены после того, как советское военное командование не смогло определить, что это был за объект. Было множество попыток перехвата НЛО. Военные всегда интересовались их высокой скоростью. Этот объект в два раза больше МиГ-21. По технологии, которая была в это время доступна, не существовало летательных аппаратов, которые могли бы двигаться.